Привет, меня зовут Юрий Дорофеев, я из ВК образования и сейчас мы с вами поговорим о том, как во Flutter делать списки. В прошлом видео мы сделали две страницы приложения, на одной из них мы создавали название нашей команды, на второй странице мы будем ввести список людей, которые входят в эту команду. Научились переключаться между экранами и научились сохранять данные на диск. Давайте сейчас создадим команду, которую мы наполним данными. Здесь уже у нас есть кнопочка плюс один, ей собственно мы и будем пользоваться. Для того, чтобы отобразить список, нам нужен виджет, который умеет рисовать списки, как это не было бы странным. Мы прям внутрь тела нашего центра виджета добавим ListView. Причем название может смутить Android-разработчиков, потому что в мире Android когда-то существовал ListView, который был максимально простой и не мог переиспользовать ячейки. В мире Flutter ListView это уже можно сказать RecyclerView и это View, который может переиспользовать ячейки. Итак, у ListView есть несколько конструкторов. Есть Separated и есть Builder. Separated это конструктор, который позволяет нам задавать ячейки с какими-то custom сепараторами. В нашем случае это будет просто пробел для того, чтобы не слипались ячейки. Давайте его и будем использовать. Так, у нас значит есть три аргумента. Первое это ItemBuilder. Это функция, которая должна вернуть нам виджет. Виджет, который будет строкой с нашими друзьями, с одним из наших друзей. Сделаем новую функцию, который будет возвращать виджет. Будет называться она, давайте так и назовем, ItemBuilder. Принимает она контекст для отрисовки и индекс эта позиция в списке. Дальше передадим ее в Interlist. Сепаратор Builder будет рисовать у нас отступы между ячейками. Для этого создадим тоже функцию Separaтор Builder. И это будет просто виджет, который равняется какой-то высоте. То есть, по сути, пустое место нужной высоты. Для этого есть SizedBox. И зададим высоту, например, 10. Так, дальше нам нужно создать непосредственно объект для хранения наших друзей. Создадим класс Friend. Это будет просто класс, не виджет. Что у нас может быть у друга? У нас у друга может быть имя. У нас может быть что еще? Какая-то аватарка. В нашем случае давайте будем использовать цвет, просто будем заливать каким-то цветом нашу условную аватарку. И давайте зададим, наверное, ID. Да, в случае, если мы захотим превратить это в полноценное приложение, нам нужно будет каким-то образом делиться данными с друзьями и находить, собственно, кто из наших друзей, кто в нашей системе. А давайте сделаем стринговый ID. Так. И сделаем эти поля Final для того, чтобы мы случайно что-то не поменяли. Так. Создали конструктор. И нужно подключить Color. Так. Сейчас посмотрим, правильно ли Color это. Да, это правильный Color. Окей. У нас прямо внутри нашего состояния будет список. List. Friends. И по умолчанию он будет у нас пустым. У нас вначале не будет друзей. Как бы это печально не звучало. Так. Сепаратор у нас должен использовать наш Builder. Дальше ItemCount – это количество ячеек. У нас есть ListFriends. Давайте будем считать его длину. Так. И внутрь ItemBuilder, опять же, для начала, просто вернем контейнер какого-нибудь размера, чтобы просто отобразить. Так. Контейнер. Цвета красный, например. Так. И нужно задать нам какие-то программы, например, высоту, чтобы мы хоть что-то могли адекватное нарисовать. Так. Что-то здесь со скобочками. Одна лишняя. Все. У нас есть кнопки, есть интерфейс. Сейчас мы запустим. Мы не должны увидеть ничего, просто потому что мы еще не заполнили лист. Но главное правило, что нет ошибок. Так. Да. Все запустилось. Увидели название команды Super. Давайте теперь заполнять данными. Давайте будем добавлять пока что без пользовательского ввода. Просто будем создавать новых друзей какими-то случайными наборами цифр, чисел и так далее. Давайте по клику на Add. Это у нас FabButton. Будем создавать новые объекты друга. Финал Френд. Так. Френд. И посмотрим, что мы там напридумывали для наших друзей. Это ID, name и color. Так. Для начала нужно подключить френд. ID у нас это будет UID какой-нибудь. Давайте попробуем сгенерировать. Я не помню, если прям такой метод для вызова UID. Нет. А давайте у нас тогда будет ID не стринга, а int. И просто будем использовать индекс. Так будет проще. Мы тогда будем брать размерность нашего массива с друзьями и будем при создании создавать этот ID исходя из длины нашего списка друзей. Friends. Длина списка. Как раз получается нулевое у нас будет нулевым. Нести список один. Да. Получается нам подходит длина списка. В качестве имени зададим какое-нибудь имя. MyFriend, например. Так. И последнее, что это цвет. Давайте пока сделаем для всех одинаковый цвет. А позже рандомизируем. Colors какой-нибудь, не знаю. Green. Так. Есть у нас друг. Теперь нужно добавить внутрь нашего списка этого друга во время обновления, а обновления состояния. Для того, чтобы все это перерисовалось. У нас есть setState. Мы говорим, что нам нужно в список друзей. Friends. Add. И friend. Так вот просто в программирование заводить друзей. Одной кнопкой сейчас будем добавлять себе друзей. Так. Давайте воспользуемся hot reload. Для того, чтобы не перезапускать все положения. Нажмем плюс один. Так. У нас появился друг. появился еще один друг. Да. 300 много. Давайте сделаем 100. Опять hot reload. Смотрите, как здорово все мгновенно перерисовывается. Дальше у нас есть ячейки, есть друзья. Нам нужно отрисовать информацию по друзьям. Опять же, нам нужен виджет. Это будет статичный виджет. Можно не создавать отдельный класс. Просто сделаем метод, который вернет нам... А, у нас же уже есть itemBuilder. Да. Мы просто вернем прямо здесь нашего друга, который у нас будет лежать в контейнере. Да. То есть у него должен быть какой-то цвет. Пускай пока будет красный. Высота есть. И здесь у нас будет, к примеру, row. Row это строка. Опять же, как колонка является linear layout, но располагается вертикально. В row есть children, то есть вложенные элементы. Так, что у нас тут красное? А, нужно задать название аргумента child. Да. И что мы хотим отображать? Мы хотим отобразить, наверное, аватарку. Это у нас тоже будет контейнер. Контейнер, у которого будет декорация. Decoration это такая штука, которая позволяет каким-то образом изменить отображение контейнера. То есть скруглили края, сделать заливку, сделать какие-нибудь определенные цвета линий по бокам. Так, у нас есть box decoration. Что он хочет от нас? Он хочет color и border radius. Давайте сделаем. Color это friend. Friends. Берем индекс, элемент по индексу. Так. И забираем у него цвет. Так, он называется color. Отлично. Отлично. Выравним. Так, что-то как будто здесь слишком много скобок. Сейчас разберемся. Контейнер есть. А закрытия контейнера нет. Вот, закроем. Выравним. Вот, теперь стало нагляднее. Очень удобно во Flutter, когда вы ставите запятую и выравниваете, то автоматически группируются элементы очень удобным способом. Так, у нас есть цвет. Box decoration. Нужно создать еще ему, задать какую-нибудь высоту. Например, 30. Высота 30. Так, и нужно сообщить, что это окружность. По-моему, есть shape или что-то такое. Да, shape rectangle по умолчанию. А нам нужен круг. Так, получается, нужно создать shape. И box shape. Круг, circle. Так, давайте посмотрим, что получается. Да, у нас появилась окружность. Маловато, как мне кажется. Давайте возьмем 50. И дальше нам нужно отрисовать имя. Это будет текст. Текст у нас содержит имя человека. name. Так. И что еще нам нужно? Нам нужно, наверное, задать цвет текста, потому что на красном фоне... Хотя зачем нам красный фон? Давайте просто поменяем фон на какой-нибудь более приятный. Еще плюс Flutter, то что у нас есть огромное количество уже предустановленных всевозможных вещей для стилизации. Это и цвета, и иконки, как мы видели. Вот, свобатно, да, иконку добавил вообще, не загружая ее. Возьмем какой-нибудь, например, вот из оттенков голубого. Вот light blue. Нулевой. Нулевой. Это у нас... Так. Material Color. Вот так вот. Просто light blue. А, мы начали заполнять Text Style, но не запомнили. Давайте Text Style. И зададим здесь Color, например, белый. Так, запустим. Вот. Уже стало поприятнее. И видно, что у нас опять же все слипается. Мы можем добавить паддинги, заворачивая внутрь... ну, заворачивая внутрь паддинга какой-то виджет. Либо уже известный нам SizeBox использовать для того, чтобы сделать нужный отступ. Смотрите, что мы сделаем. Мы внутрь нашей строки добавим SizeBox с нужной шириной. У нас внешнее расстояние было 10. Давайте, например, 20 сделаем. И добавим еще расстояние между текстом и нашей аватаркой. Так. Двинулась. И давайте еще, чтобы было покрасивее. Кроме того, что мы отступили между элементами, сделаем отступ еще и слева и справа от непосредственно границы экрана. Можем это сделать внутри каждого айтема, а можем сделать один раз внутри всего листва View. Если я не ошибаюсь, там есть паддинг. Да, есть метод паддинг. Зададим LegendSet симметричный на 10 горизонтально. Давай подсказывай. Не хочешь мне подсказывать, я скопирую. Так. Запустим еще раз. Отлично. И последнее, что мне хочется сделать, это сделать немножко скругление краев. Для нашего контейнера мы сделаем тоже декорацию. А, декорация у нас у базового контейнера должна быть. Зададим Decoration. Box Decoration. Перенесем цвет внутрь декорации. И создадим скругление. Борда-радиус. Он принимает борде-радиус геометрию. Так, какие есть наследники, посмотрим. Борда-радиус. Борда-радиус. Есть скругление. Борда-радиус круглый. Нам нужен как раз он. Для того, чтобы границы были не как у прямоугольника. Так. Сделаем, например, 10 скругления. Уже стали приятные края. И последнее, что еще сделаем в плане визуальных эффектов. Давайте сделаем не симметричный. А, хотя давайте сделаем прям симметричный. Сделаем, что у нас список будет и горизонтально, и вертикально отступать от границы экрана на 10. Да. Вот. Получился такой уже приятный, красивый список. Можем добавлять сколько угодно на друзей и скроллить этот список. Давайте симметрируем, что у нас данные разные все-таки. Не всех наших друзей зовут MyFriend и не у всех у них одно лицо. Давайте рандомизировать цвета у аватарок. Зададим какое-то количество цветов и будем случайно образом выбирать из них один. Зададим список цветов. Это у нас получается... Сейчас, кстати, тут нетипизированный список, поэтому у нас там не работали подсказки. Сразу добавим тип. Так, здесь Friend, здесь получается лист цветов. Назовем его прям так Colors. И зададим сюда набор цветов. Давайте Color. Привет, например. Colors. Colors. Green. Colors. Black. Ну и давайте еще один какой-нибудь желтый, например. Так. И когда будем создавать друзей, зададим случайный цвет. Для этого есть Random. Давайте создадим новый объект класса Random. Так. Он из математического пакета. И здесь сделаем NextInt. Максимальное значение это разменность нашего массива. Colors.Lang. И будем брать не Color.Green, а Colors с индексом случайным из объекта Random. Так. Давайте тут немножко расставим правильные аннотации. Все. Мы готовы к запуску. Давайте совершим приложение и запустим его с нуля. Конечно же, это приложение это шаблон. И вряд ли таким приложением будут пользоваться ваши друзья. Но это можно использовать в качестве базы, которую можно уже развернуть в полноценное приложение. То есть вы можете добавить сюда любые сервисы Firebase. Например, Storage для того, чтобы хранить данные. Или различные распределенные базы данных для того, чтобы не писать свой backend. И просто путем синхронизации через таблицу распространять данные между вашим приложением и приложением ваших друзей. То есть вам не придется писать никакого backend. Вы просто будете ходить в одну табличку, читать из нее данные. И ваши друзья будут получать обновления. Так. У нас запустилось приложение. Так как я удалил его, нужно заполнить заново. Наша команда называлась Super. Давайте пройдем далее. И начнем наполнять наш список друзьями. Так. Почему-то у нас все друзья черные. Почему? Потому что что-то мы, наверное, сделали не так, со списком цветов. Давайте еще раз проверим. А, нет. Удивительным образом, столько раз случайным образом. То есть у нас же рандом, да. И случайного раза четыре квадратового было черных. Удивительно, конечно, так совпало. Но, да, видим теперь, что цвета у нас не повторяются. И генерируются случайным образом. Итак, сегодня мы с вами научились делать списки во Flutter, наполнять их данными. И, надеюсь, этот шаблон будет вам полезен. И, возможно, вы сделаете свое настоящее полноценное приложение. Меня зовут Юра Дорофеев. Я из ВК образования. И это были скринкасты. Смотрите следующие выпуски и подписывайтесь на канал. Будьте осторожнее на дорогах. Скринкасты Скринкасты